В эфире очередной выпуск Информационно-аналитической программы «Итоги» В студии Евгений Киселев Здравствуйте Минувшая неделя была горькой для нас Мы потеряли Влада Листьева Я говорю, мы имея в виду не нас, тележурналистов А всех нас, граждан России По обе стороны телеэкрана Потому что Влад Листьев Как мне уже довелось единожды говорить На этой неделе в эфире Был не просто самым лучшим Самым популярным тележурналистом Он был желанным гостем в сотнях Ну если не в сотнях, то в десятках Миллионов квартир Где каждый вечер ждали его появления на экране Наверное так, как дети ждут возвращения отца с работы Так вот, Влад к нам больше никогда не вернется И от этого, наверное, такое вот охватившее всех Острое чувство потери Ведь любой нормальный человек Привывший ко всему К разгулу преступности К собственной незащищенности Бесправию, бессилию Перед криминальным миром К тому, что людская жизнь Не стоит теперь у нас порой и ломанного гроша Все же инстинктивно Это вполне естественно Надеется и рассчитывает на то, что все это его не коснется Что минует его чаша сия Так вот, получается так, что чаша эта никого из нас не миновала У всех у нас отняли родного человека Убили, как бы, члена семьи И, значит, раз убили Листьева, то в России можно все Вот так, наверное, многим сегодня говорит сердце И все-таки разум вопрошает Почему же все-таки знаменитый тележурналист Владислав Листьев Стал у нас в России, в сегодняшней России фигурой Трагический, безвременный уход из жизни Который воспринимается, наверное, почти так же Как в свое время в России воспринималась гибель Лермонтова или Пушкина А при жизни нашего поколения смерть Высоцкого, а потом Сахарова Об этом в нашем сегодняшнем первом материале размышляет мой коллега по НТВ И коллега, и друг Владислава Листьева еще со времен «Взгляда» Леонид Парфенов Это не вина и не беда телевидения Но к концу 20 века в России телевидение Единственное, к чему человек может привязаться душой Ушла литература, формировавшая мировоззрение Нет киноактеров, чьи карточки могут быть талисманами И уж совсем невозможно полюбить отцов нации Семь лет назад появился новый календарь Вчера был «Взгляд», значит сегодня суббота Последовавшие за этим три собственных телепроекта Влада Листьева Превратили его во властителя Дум Международные модели с абсолютно родным наполнением Каждый раз совпадавшие с настроениями аудитории Профессиональные подвиги, поставив программу «Передать ее другому ведущему» Демонстрировали публике дефицитнейшую уверенность в своих силах Листьев оказался единственным воплощением нового хозяина жизни Чье благополучие не только не вызывало ничьих претензий Но отчасти даже примеряло аудиторию с нынешними временами Выходит и в эпоху незаслуженных успехов Может быть успех бесспорный и заслуженный Насильственное уничтожение самого заразительного образца жизнелюбия Потрясает основы массового сознания Причины потом будут исследовать профессионалы Последствия сейчас почувствовали все Миллионы людей понятия не имеют про акционирование и рекламное время Для миллионов теперь единственная тема Оказывается, мы живем на поле страшных чудес Где каждый час пиковый 96 часов назад был убит Владислав Листьев Это произошло в среду вечером А в четверг были приостановлены все телевизионные передачи На всех российских каналах Весь день на телевизионных экранах был портрет Владислава Листьева Впервые в истории телевидение остановилось Это была солидарная акция всех каналов телевидения России А в середине дня в Останкино, неожиданно изменив свой график Приехал президент Ельцин Он был явно подавлен случившимся Видимо, поэтому речь его была короткая, но эмоциональная Я не мог не прийти к вам в эту минуту И склоняю голову перед вами Как один из виновников тех руководителей Которые недостаточно приняли мер Для борьбы с бандитизмом, коррупцией, взяточеством и преступностью В тот же день вечером в эфир вышла программа «Час пик» Программа Влада, но уже без Влада Эфир шел из двух студий Концертной Собрались те, кого Листьев неоднократно приглашал на свои передачи Политики, деятели культуры А в четвертую студию В студию телекомпании «Вид» Пришли коллеги, товарищи по телевизионному цеху Несмотря на существующую между телекомпаниями И отдельными журналистами Жесткую конкуренцию В этот день все собрались вместе На следующий день Тысячи людей пришли в Останкино Проститься с Владиславом Листьевым Казалось, этой очереди нет конца и края Со времен похорон Сахарова такой очереди не было Проститься с Владиславом Листьевым Шли люди самых разных политических взглядов И социальных групп Здесь были плачущие старухи И преуспевающие бизнесмены Деятели культуры И, конечно, сюда пришли политики И даже руководители правоохранительных органов Которые сочли своим долгом Почтить память популярного тележурналиста Владислава Листьева Двери концертной студии Останкино Должны были закрыться в восемь вечера Но народ все шел и шел Перемония прощания продлилась до десяти вечера На следующий день, в субботу, утром Тысячи людей собрались у дома Влада Похоронная процессия Двинулась в сторону Успенского вражека Церковь Воскресения Славущего Мы знаем Мы убеждены Что душа его сейчас Говорит Что не бьющееся сердце Его живет После отпевания похоронный кортеж Направился по Ганьковскому кладбищу Движение по Беговой улице было остановлено Вся территория кладбища была отцеплена милицией Приглашенный духовой оркестр молчал Отдать последнюю дань уважения Владиславу Листьеву Пришли члены правительства, мэр Москвы Свершилась страшная несправедливость У нас отняли лучшего из нас Самого чистого Самого талантливого Самого светлого и доброго человека Он был человек, который ставил себе каждый день новые внутренние задачи Не ставь их Это выходило стихийно Посмотри, сколько честных Порядочных, добрых людей Пришли сегодня тебя проводить Они такие же, как ты И никто никогда не сможет сломать веру Хорошее, справедливое, доброе, честное Что есть на этой земле Никто Народно любимый и популярный тележурналист Судислав Листьев Похоронен недалеко от входа на Ваганьковское кладбище Между могилами Владимира Высоцкого И братьев Квантришвили Владислав Листьев был убит в роковую для российской истории дату 1 марта 1 марта 1881 года В Петербурге, как многие, наверное, вспомнили уже Был убит царь-реформатор император Александр II Один из немногих российских императоров Действительно, которые могут считаться реформаторами страны Это был, пожалуй, первый случай в истории России Да и один из немногих случаев во всемирной истории Когда акт политического терроризма достаточно круто повлиял на ход исторического развития страны Причем история знает несколько случаев, когда акты политического терроризма Или просто убийства известных незаурядных личностей Подчас оказывали на ход истории совсем не то влияние Которое рассчитывали получить те, кто направлял руку убийц или сами террористы Сравнивая это событие, которое произошло на минувшей неделе с событиями В другие годы и даже века истории Мы не пытаемся сравнивать масштабы личностей в них вовлеченные Мы не говорим об отношении людей, современников к этим личностям и к этим событиям Не о том месте, в конце концов, которое затем эти люди впоследствии заняли в истории О типических ситуациях, когда убийство человека играло роль своеобразного детонатора Уже неэлектризованной, готовой взорваться общественной атмосферы Цепь кровавых злодеяний против незаурядных личностей тянется сквозь всю историю цивилизации Но масштабами последствий, до которых может вырасти трагедия одного человека 20 веку нет равных Эхо выстрелов в Сараево летом 14 года Привело в движение лавину Первой мировой войны Она погребет под собой гигантские империи Получившие в те дни долгожданный сигнал к решающей схватке Рука террориста-одиночки Смертельно ранила неизлечимую больную тогда Европу А за ней и остальной мир Атмосферу страха и насилия, установившуюся с приходом большевизма Пронизывало ожидание неминуемой кровавой развязки Она пришла летом 18-го, когда после серии убийств и покушений на своих лидеров Большевики объявили беспощадный террор против всякого инакомыслия При этом все непосредственно исполнители преступных замыслов уже были схвачены Жестокая месть немногочисленным экстремистам обернулась подлинным геноцидом для всей России К середине 30-х потребность в новом детонаторе общественной конфронтации возникла вновь Бескровное поражение оппозиции не давало выхода энергии истребления Трагическая и загадочная гибель Сергея Кирова на долгие годы стала убийственным и универсальным аргументом любого обвинения Доблесть истинных политиков не превратить в безвинную трагедию миллионов искреннее горе от общей потери Сегодня патриарх Алексий, глава Русской Православной Церкви, служивший в Прощенное Воскресенье накануне начала Великого Поста в Елоховской, как называют в Москве, патриарший Богоявленский Кафедральный Собор Наверное, не случайно сказал, что просит накануне Поста, Великого Поста, всех вспомнить Я цитирую, что убийство начинается с отсутствия любви к жизни во всех ее проявлениях И что нет в глазах Божьих ничего ценнее жизни А между тем продолжается следствие по делу об убийстве Владислава Листьева Сегодня и Тартас сообщил, что опубликование фотороботов подозреваемых убийц Владислава Листьева Пока не дало результатов Корреспондент и Тартас Лариса Кислинская сообщает, что следствие после опубликования этих самых фотороботов Получило несколько тысяч телефонных звонков Звонили граждане, которым казалось, что они узнали людей, чьи лица изображены на фотороботах Но результаты эти звонки пока не принесли Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Главном управлении внутренних дел Москвы Некоторые сообщения, которые поступают от граждан, следствие отметает сразу, другие проверяются Однако на след подозреваемых пока выйти не удалось ТАСС сообщает также о том, что продолжается опрос свидетелей по делу об убийстве Помимо президента акционерного общества Логоваз Бориса Березовского О чем мы подробнее скажем далее в нашей передаче С ним следователи уже встречались Планируется опросить и других коллег и знакомых Листьева Независимо от их ранга Логоваз входит в число акционеров ОРТ Общественного российского телевидения В этой связи мы его еще упомянем Параллельно официальному свое альтернативное расследование сейчас проводят и журналисты Возглавляет эту группу обозреватель литературной газеты Юрий Щекочихин Который в литературке, кстати, возглавляет специальный отдел расследования Есть контактный телефон, по которому можно с ним связаться и сообщить информацию Которая может помочь найти убийц Владислава Листьева Телефон это 208-91-40 Я повторяю 208-91-40 А теперь наш собственный репортаж нашего корреспондента Николая Николаева О некоторых подробностях ведущегося сейчас следствия об убийстве Владислава Листьева Известно, что вечер после телеэфира в ту роковую среду Влад Листьев намеревался провести вне дома Следствие не сомневается, что исполнители будущего убийства Вели свою жертву в течение всего последнего в жизни журналиста дня И то, что преступление было совершено в подъезде дома Где проживал Листьев, не более чем случайность Заказ в смерти Влада для следователей совершенно очевиден И в первый день весны выстрелы прозвучали бы обязательно Механизм устранения был запущен Листьев вошел в подъезд, держа в руках дипломат и радиотелефон Позже следователи отметили, что радиотелефон был обнаружен на первом этаже А труп Листьева и его портфель найдены между первым и вторым этажами Это позволяет сделать вывод, что Листьев выронил телефон в ходе борьбы с убийцами И пытался скрыться в своей квартире, убегая по лестнице Два выстрела из иностранного и до сих пор не установленного оружия Калибром 7,65 были произведены по очереди каждым из убийц Первая пуля попала в плечо Листьева, другая в голову за левым ухом Это ранение и стало смертельным Вызывает некоторые сомнения и тот факт, что этот последний выстрел был контрольным Так как такой выстрел не характерен для стрельбы с правой руки Дипломат, который Листьев не выпускал из рук до последнего мгновения Наполненный массой документов акционерного общества ОРТ А также деньгами, полутора миллионов рублей и шестью тысячами долларов Преступники не взяли Видимо, его содержимое их не интересовало Существует как минимум шесть свидетелей, которые наблюдали, как предполагаемые преступники Выбегали после совершенного убийства и скрылись затем на темном БМВ Однако, как считает уцелевший пока на своей должности После президентских нападок прокурор Москвы Геннадий Пономарев Степень достоверности изготовленных фотороботов невелика Так как свидетели были излишне эмоциональны Пономарев вообще считает, что то, как средства массовой информации Оповещают всех, в том числе и заказчиков убийства Листьева О ходе расследования этого дела случай беспрецедентный Преступникам достаточно включить телевизор И получить всю необходимую информацию Для обеспечения собственной безопасности И выработки алиби Не имеет права Прокуратура, милиция Кто бы ни был Поддаваться Эмоциональному состоянию общества Это не значит, что надо закрываться Это не значит, что надо игнорировать Общественные мнения Требующие, так сказать, гласности Но делать это надо И с чувством такта И с профессиональной умелостью, что ли Как вы думаете, вот этим ребятам Которых вчера показали по телевизору Причем не один раз Сколько вообще им осталось жить? Ну, во-первых, если это те И если они имеют отношение Если мы попали в точку То можно предположить Что их уже и нет То ли в живых, то ли, так сказать, поблизости Что Зря Я говорю, что это бы ошибка На следующий день после гибели Листьева Борис Ельцин, посетивший Останкино Гневно пообещал снять с работы Начальника Московского ГУВД Генерала Панкратова И прокурора столицы Геннадия Пономарева По имеющейся информации Перед поездкой на телевидение Настроение у президента России Не было столь радикальным Предполагают, что по ходу Следования на место работы Листьева Ельцину Кто-то давал советы Активно подсовывая стрелочников Действительно, почему Владимира Панкратова Президент вознамерился убрать После очередного Ставшего уже банальным Не только для Москвы Но и для России Заказного убийства А скажем, не после первомайских событий 93-го Ведь именно тогда Панкратов возглавлял операцию По противостоянию московских милиционеров Непримиримой оппозиции Решившей отметить праздник Слитарности трудящихся Судьба уволенного Ожидала и пользующегося Наивысшим авторитетом В правоохранительных органах Прокурора Москвы Геннадия Пономарева Кстати сказать Отказавшегося В том же 93-м От должности Генпрокурора России Нам неизвестно От кого исходило Предложение Пономареву Занять этот пост Но очевидно Что оно не могло миновать Тогда президентского кабинета Преступность Это ведь болезнь общества И она связана С общим состоянием организма И приказать Перестать болеть Или значит Поменять доктора Который пытается помочь Либо организму Либо противодействовать Болезни Это мне кажется Несерьезно В состав следственной группы Несмотря на выраженное Недоверие Столичной прокуратуре Входит 20 следователей Из этого ведомства Создан штаб По раскрытию убийства Листьева Работающий круглосуточно Нельзя говорить Что это дело Относится к категории Нераскрываемых Другое дело Что нужно конечно Определенное количество Времени Для того чтобы Проработать все направления Выбрать Единственную ту версию Которая припозволит При ее отработке Прийти к конечному Логическому завершению Категория С которым приходится работать Значит Это и с представителями Прессы Это и с представителями Значит Акционерных обществ Типа Логовас Значит И другие Поздним вечером 3 марта Санкции заместителя Прокурора Москвы Были изъяты документы У акционеров Общественного российского телевидения Фирм Логовас И Лис-С Разгневанные действиями Следственной группы Руководитель фирмы Логовас По утверждению Московской прокуратуры Пытался Пользуясь своими Обширными связями В верхних эшелонах власти Воздействовать на ход Принимаемых оперативных мер В фирме Лис-С Оперативные работники Не столкнулись С каким-либо противостоянием Говорят Первая фамилия Лисовский Это смешно Он не такой идиот Стрелял он Или не стрелял Для него уже Рынок рекламный Закрыт Потому что Убийца не найдут Потерять все Убив Влада Он не мог В настоящее время И начальник столичного ГУВД Генерал Панкратов И прокурор Москвы Пономарев Продолжают работать И никаких мер О их наказании Или увольнении Не последовало Быть может Этому способствовало И то Что как работниками прокуратуры Так и работниками милиции Были приняты Обращения к президенту В них указывалось Что Борис Ельцин Пытается подменить Борьбу с преступностью Силовыми решениями Граничащими С окончательным развалом Правоохранительных органов Столицы Есть сведения Что подобные меры Президенту Подсказывали те Кто усматривает Некоторое противостояние Московских силовых структур Намерением Федеральных властей Самый простой способ Подчинить себе Слишком самостоятельные Московские ведомства Это назначить Им новых начальников Так что даже Если убийцы Листьева И не ставили перед собой Цели политического преступления Могут найтись те Кто использует Это криминальное событие В своих интересах Я для себя допускаю Что организаторы Этого преступления Имели ввиду И как побочный Политический эффект То есть Воздействие На общественное сознание На последующие акции Со стороны Политических движений Общественных формирований Будет ли раскрыто Если Я бы не отнес Это преступление К числу безнадежных Есть Над чем Трудиться И Думаю Что перспектива Выявления И мотивов И 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 Затур У которого Преступление Есть Но Для этого Необходимо Работать Работать Профессионалом Работать Спокойно Организованно И Не пытаться Там Какой-то Не знаю Обозначенной Дате Предположим К международному Дню солидарности Трудящихся Закончить Расследование Этого дела Николай Николаев Вячеслав Уткин Игорь Ковригин Виктор Щербаков Телекомпания НТВ В связи В связи с тем Что Уже Много Раз В различных Средствах Массовой Информации В том числе Сегодня В нашей Программе Упоминается Имя Руководителя Акционерного Общества Логоваз Бориса Березовского Который В последнее Время Становится Также и Заметной Фигурой На Телевидении Мы Сочли Необходим Дать Достаточно Подробную Справку Для телезрителей О том Кто такой Борис Березовский И что Такое Логоваз Сегодня Холдинг Логоваз Одна из Крупнейших Компаний России Официальный Дилер Автоваза И ведущих Иностранных Автомобильных Компаний Таких как Мерседес Бенц Дженерал Моторс И другие Специалисты Объясняют Быстрый Успех Логоваза В российском Автомобильном Бизнесе Эффективными Приемами Управления Используемыми Компанией И ее Руководителем Борисом Березовским Название Логоваз Наполовину Связано С итальянской Фирмой Лого Систем Эта фирма В 89 Годов Вместе С автовазом И институтом Проблем управления Где тогда Работал Профессор Березовский Выступила Соучредительницей Совместного Предприятия Логоваз Иностранный Капитал До сих пор Участвует В деятельности Логоваза В качестве Нынешнего Зарубежного Собладельца Логоваза Пресса Называет Швейцарский Торговый дом Андре Логовазу Принадлежит 15% Уставного Капитала Аввы Автомобильного Всероссийского Альянса Рекламу Которого Каждый день Видят на всех Каналах Миллионы Телезрителей России Альянс Пользовался Беспрецедентным Вниманием Со стороны Российских При реализации Продукции Собственного Производства А также От таможенных Платежей При ввозе Необходимой Для проекта Продукции Однако Имя Бориса Березовского Стало Широко Известным Стране Не в связи С его Успехами В бизнесе Но после того Как 7 июня Прошлого года На него было Совершено Дерзкое Покушение Которым он Чудом Уцелел В тот день Когда Мерседес Березовского Выезжал Из ворот Офиса Логоваза На Новокузнецкой Улице Расположенного По странной Иронии Судьбы Буквально В двух шагах От того дома Где спустя 9 месяцев Жертвой Убийц Падет Владислав Листьев Неизвестные Террористы С помощью Дистанционного Устройства Взорвали Припаркованный У ворот Автомобиль Начиненный Врывчаткой Лимузин Березовского Был разворочен Водитель Убит Но сам Березовский По невероятной Счастливой Случайности Остался жив Организаторов И исполнителей Покушения До сих пор Не нашли Несмотря на Обещанное Деловыми партнерами Березовского Беспрецедентное Вознаграждение В 2 миллиарда Рублей Как обычно В таких случаях Тогда называлось Много возможных Причин Покушения Но сегодня Уместно вспомнить Что сам руководитель Логоваза В интервью Газете Новый взгляд Привел в качестве Одной из главных Версий Своё участие В телевизионном бизнесе Особенно В акционировании Останкина Покушение Не испугало Березовского И не заставило Его уйти Из этого бизнеса Наоборот Сегодня Логоваз И лично Борис Березовский Играют в Останкине Весьма Заметную роль Логоваз Вошёл в число Крупнейших Частных акционеров Создающегося На первом канале Общественного Российского телевидения А сам Борис Березовский Занял пост Первого заместителя Председателя Его совета Директоров Другой Высокопоставленный Руководитель Логоваза Аркадий Патаркацышвили Стал также Первым заместителем Генерального Директора Общественного Российского Телевидения То есть Заместителем Покойного Листьева В дни В дни прощания С ним В Останкино И на Ваганьковском Кладбище Березовский И Патаркацышвили Стояли Рядом Над гробом Листьева И несли Почётный Караул После того Как произошёл Инцидент Связанный С неожиданным Допросом Или опросом Если сказать Более точно В соответствии С юридической Терминологией Бориса Березовского Последовало Его Весьма Приметное Большое Интервью Информационному Телевизионному Агентству Фрагменты Которого Мы решили Сегодня Включить Также Согласие И ТА В выпуск Программы Итоги Была Панихида Востанкина Панихида На которую Пришло Огромное Количество Людей Я тоже Был Среди них И В три часа Я вернулся Вот сюда На ждон Приём В котором Очень много В последнее время Проводил Влад Здесь был Как бы Штаб От того Что было Вместе Дела Здесь И В Идартас И Я увидел Здесь Группу вооружённых Людей Это Баламон Я увидел Здесь Я увидел Здесь Людей В штатском Которые Представились Как сотрудники РОПа Которые Предъявили мне Ордер на Обыск Это было Вначале Ну Я в общем Понясался Что собственно Господь собирается Здесь Найти Президент Ответ Не получил Через некоторое Время В результате Так скажем Разговора Выяснилось Что господа Желают Получить Устав Общественно Российского Телеведения Очень странный Способ Избран для этого Ордер На обыск Представлен Устав Общественно Российского Телеведения Я честно Не знаю Полагалось Мне это сделать Но полагалось Что хотят Господа Устав Не являются Которые Тайны Но потом Через некоторое время Которые Проговорили С господином Патеркацешвили Который Является Первым Заместителем Генерального Директора Общественного Российского Телеведения То есть Первым Занов Влада Через некоторое время С вами Патеркацешвили Подошел Ко мне И сказал Что Господа Изропа Хотят Его Забрать С собой Для допроса В качестве Свидетеля Ну Само по себе Это действие Естественно Является Дождево Обратно Но Путь Которым Как бы Это все Производилось Меня На страже И Я В этом Стал Смотреть Некоторую Провокацию И стал Категорически Возражать Которого Чтобы Господа Забирали Господа Ширили В Руд Но Это Забирал Бурную Реакцию Мне было Заявлено Сейчас Они туда Поедут Наручниками Я Естественно Сказал Что Это Правый Господ Они Могут Ехать За Нарручниками И И Исчезли Через Это Время Они Действительно Появились И Уже Потребовали Чтобы И я Вместе С ними Тоже Ехал В Род Ну Естественно Пожелал Получить Разъяснение В более Высоких Инстанциях О Правомощности Действия Вызов Суда И Адвоката Адвокат Который Приехал Сказал Что Действия Напоминает Очень Сильно Провокацию И Я Продолжил С большей Уверенностью Попытку Шевер Вопрос На другом Уровне И Господа Получили Прямое Указание Не действует В том духе В котором Они Действуют От Российских Властей А Господа Представляли Московские Власти Ну Рабы Приостановило Но Не Остановило Все Продолжалось Безобразие Порядка Девяти Часов В результате Все-таки Господин Батархаташвили Поехал Объяснение Роут Весь Сняли Показания Но После всех Этих Звонков Бесконечных Мне Стало Ясно Что Для того Чтобы Что-то Сделать Я имею в виду Какие-то Физические Действия Уже Слишком Много Болито На ноги И Это Не может Пойти Просто Так Поэтому Я в некотором смысле Был Спокойнее Ну Вот Этот момент Ну Что касается Меня Господа Сошли возможности Снять с меня Показания Как свидетели Здесь Чем-то Как-то Утвердили Что Как-то Непреклонные Их требования Чтобы это Происходило Обязательно На территории РОП Являлась Совсем Необязательным И Нисколько Не противоречив Закону Ну И В общем Все В целом Естественно Я не могу Рассматривать Как провокацию Если К тому же Еще Добавить Что В В июне 94-го Года Когда Было Совершено Покушение На меня Он Говорит Что погиб Ну Водителя Я Просто Был Ранен Что Вот Это Так Действие И Не было Ни раскрыто Ни Даже Обозначено А Напротив Осуществлялся Прямой Шантаж И На том У меня Есть Факт Прямой Шантаж Со стороны Московских Правоохранительных Органов Все Это Как бы Дополняет Дополняет Картину Я хочу Здесь Подчеркнуть Что То Что Сказал Президент То Что Президент Вчера Теперь Позавчера То Что Президент Относительно Ответственности Московских Властей За разум Преступности В России В целом Потому Что Москва Сегодня Переусловный Центр Мафиозных Групп Действия Какие Действия Вот Я считаю Что Президент Принял абсолютно Правильное Решение Нужные Действия И Начальник Группы Москвы Господин Панкратов Безусловно Должен Утимать Ставку Генеральный Прокурор Города Должен Утимать Ставку И Вообще Виктор Наконец Президент Должен Показать Что Он Абсолютно Реальная Власть И Я уверен Что Президент Верно Снимать И Все Что Было Сказано Следователи Удивлены Излишне Эмоциональные Как они Выразились Реакции Президента Лаговаза На их Действия По Расследованию Убийства Листьева Сообщил Сегодня Итар ТАС Со ссылкой На заместителя Начальника Регионального Управления По Организованной Преступности Москвы РУОП Виктора Кирюшина Я Далее Цитирую Его слова Меня Удивляет Реакция Березовского Потому что Он является Близким Другом И коллегой Убитого Влада Листьева И должен Быть Заинтересован В положительном Исходе Расследования Заявил Кирюшин Итар ТАС Указывает Что по словам Кирюшина То обстоятельство Что Березовский Был допрошен Не в помещении Следственных Органов А в помещении Его офиса Является Явным Нарушением Закона И любой Адвокат Может К этому Обстоятельству Придраться А вот Как Среагировал На призывы Отправить В отставку Руководители Органов Внутренних Дел Прокуратуры И регионального Управления По борьбе С организованной Преступности Столицы Сам Московский Мэр Юрий Лужков А также На критику Прозвучавшую В адрес Московских Правоохранительных Органов В выступлении Президента Ельцина Востанкина Это интервью Лужков Дал Вчера Московскому Телевидению Час Примерно До его Поездки Востанкина Вопросы Снятия Анкратова И Пономарева Не обсуждались Ситуация В связи С убийством Обсуждалась Но Этих вопросов Не обсуждалось Я так понимаю Что Это решение Пришло К президенту Видя Это Мысль Которую Он высказал Она Была Сформирована После Нашей С ним Встречи Но Я могу Сказать Что На самой Встрече Никаких Моментов Даже Близко Связанных С Кадровыми Какими-то Вопросами У нас Не обсуждалось Это первое Второе Я думаю Что Вот Все-таки Я хотел бы Так думать Что Поступление Президента Ну Оно было Очень Серьезным Сильным Но Оно Конечно Было Под впечатлением Того Момента Которого Мы все Переживали Это Убийство Влада Листьева И Соответственно Та Ту Горечь И Те Эмоции Которые Испытывали Все Я думаю Что В значительной Степени Может быть Даже В особой Степени Испытывал Президент Ну И Конечно Я не Понял Некоторых Из Упреков Которые Там Прозвучали Ну Во-первых Я ему У нас Состоялся с ним Разговор И после Посещения Останкина По прямому По прямой связи Я ему Доложил О том Что Оценки О том Что В Москве Самые Худшие Дела По Преступности Эти оценки Не соответствуют Действительности Вот Конечно Вот В условиях Когда произошло Такое Зверское Страшное Убийство Говорить О том Что у кого-то Положение лучше У кого-то Положение Хуже Это безнравственно Любой Случай Любая Ситуация Которая Происходит С разборками С убийствами С убийствами Политических Деятелей Все это В общем-то Недопустимо В цивилизованном Обществе Положение У нас Плохое Положение У нас Недопустимое Для того Чтобы Люди Могли себя Чувствовать Нормально Чувствовать Спокойно Но Я бы и не стал Усиливать Таким образом Выделяем Москву Как Город Где Можно понять Сложился Какой-то Беспредел Где Можно понять Сложилось Такое отношение К борьбе С преступностью Которая Абсолютно Не отвечает Ну Задачам Общества Я например Очень переживаю Всю эту ситуацию Сам лично Вот Но я не считаю Правильным Решать вопросы По Работе Руководителей Правоохранительных Систем По частным Случаем И я задаю Вопрос С чьей стороны Пойдут Аплодисменты Вот По Скажем Решению Если оно Состоится Я думаю Я думаю Что Аплодировать Будут Не те На кого Рассчитано Это решение Аплодировать В первую очередь Будут Бандиты Представители Мафиозных Структур Потому что Панкратов Это Активный Серьезный Руководитель Который После Мурашова Который В общем-то Пытался Что-то сделать Но У него Откровенно Скажем Мало что Получилось В руководстве ГУВД По существу Поставил Эту систему В работоспособное Состояние Вернул Эту систему В работоспособное Состояние Он активен Он очень много Сделал Для того Чтобы И материально Техническая База И организация Работы И активность Конечно Сейчас говорить О каких-то Результатах Тем более Вот в этот момент Нельзя Я бы не стал Потому что Результатов Которые Можно было бы Предложить Обществу И сказать Да У нас становится Спокойней Нет Нет Но Тенденции К этому Уже в 94-м Году Проявляется И проявляется Благодаря Усилиям И Министерства Внутренних дел И в частности Панкратова Руководителя ГОВД Конечно У нас есть Вопросы К московской Прокуратуре И к ее Руководителям Но Опять же Я могу сказать Что Коллегия Которая Состоялась В сентябре Прошлого года Совместное Министерство Внутренних дел И Генеральной прокуратуры Рассмотрела Ситуацию С работой Прокурорской службы Москвы Наказала Руководителя Дала Год Ему Времени Для того Чтобы поправить Дела Получила от него Заверение В том Что он Исправит Положение По тем Замечаниям Уже Ну Этих Руководителей Сугубо Специфического Плана По тем Разделам Специальным Разделам Прокурорской Работы Которые Даже И нам Особенно Неведомо Там Есть много Показателей По которым Они оценивают Качество Работы Любой Прокуратуры И год Этот еще Не кончился И в этом Плане Я Выразил Своё Несогласие С Теми Намерениями Пока Решений Слава Богу Нет Так Я выразил Своё Несогласие С теми Намерениями Которые Были Я так думаю Довольно Откровенные Ясно Высказанные По этим Двум Руководителям Существующих Версиях О причинах Убийства Владислава Листьева Вне зависимости От того Кто стоял За спиной Убийц Кто направлял Их руку Какие цели Он преследовал Политические Последствия Уже Налицо Политические Последствия Состоят И в том Что Кто-то Явно Пытается Столкнуть Федеральные Власти Со столичными Властями Причем делает Это уже Не в первый Раз Пытается Испортить Отношения Которые На самом деле Только что Причем Явно Нормализовались Более того Многие Многие Политики Уже Стремятся Выступить С различными Причем Порой Самыми Резкими Заявлениями Призывая К различного Рода Кадровым Изменениям В правительстве И даже К отставке Правительства И даже К отставке Президента То есть Ситуация Стране Политическая Обстановка Явно Раскачивается А газеты Начинают писать О том Что у нас Есть все Основания Что в России Появится Полицейское Государство И Еще Одно Обстоятельство О котором Стоит Упомянуть Что Подобно Тому Как Компрометировались Самим Ходом Исторического Развития Последних Лет Компрометировались В России Очень Многие Понятия Включая Такие Диаметрально Противоположные Понятия Как Сначала Коммунизм А потом Демократия То Теперь Начинает Компрометироваться И бизнес В том числе И такой Существующий Во всем мире Вполне Легальный И респектабельный Бизнес Как Рекламный Потому что И это не секрет Уже Многие Газеты Поспешили Связать Убийство Листьева С ситуацией С меняющейся С ситуацией На рекламном Рынке Подробно Об этой ситуации В материале Нашего Корреспондента Василия Борисова Более судеб Телевизионная реклама Стала центром Притяжения Общественного Внимания В последнее время Трагические события Прошедшей недели Только обострили Споры вокруг нее В числе пионеров Телевизионной Коммерческой рекламы России принято считать И программу Взгляд Который сделал Своим лозунгом Крылатую фразу Ваша реклама Наша независимость Это очень важная Жизненно важная сфера Я еще раз хочу Подчеркнуть Что реклама Является единственным Возможным источником Подлинной Реальной независимости Прессы Но вскоре Реклама И способ отстаивать Независимость Стала способом Зарабатывать деньги Пока же в российском Телеэфире Доминировала Гостелевидение Соответствующими Дотациями и льготами Реклама приносила Прибыли в основном Отдельным программам И редакциям На центральном телевидении Каждые из которых Имели свои рекламные службы Помимо этого По мнению кругов Близких к Останкино Расцветал и Подпольный рекламный бизнес Когда ни одна Из ответственных служб Не могла ответить Кто поставил Тот или иной ролик В эфир И куда пошли деньги За него Есть предположение Что теневой рекламы Было порядка 70% Таким образом Бюджет телевидения Практически ничего Не получал От потока рекламы Особенно в случае бартера Просто очень много Бартерной рекламы Было на телевидении Которую очень трудно Было оценить И она как бы Самой компании Не приносила доходов Она приносила доходы Только своим производителям Конкретным передачам Где эта бартерная реклама Использовалась Около полутора лет назад Ряд крупных рекламных агентств Примеры SW Video International Интервит Аврора Стали разрабатывать ряд проектов По созданию единой структуры Которую бы взяла на себя Процесс организации Продажи рекламного времени На канале В результате В июне 94-го Появилась реклама Холдинг В которой наряду С крупными фирмами Примеры SW Video International Интервит Вошли также Остер Максима Логовас Пресс Останкино Во-первых Имеет контрольный пакет Реклама Холдинга Она не имеет Более 50% Но контрольный пакет Не обязательно должен быть 50% Вы знаете А во-вторых По уставу рекламы Холдинга Президент рекламы Холдинга Обязательно Один из чиновников Останкино На уровне Какого-нибудь Из зампредов И второе По уставу Что генеральный директор Рекламы Холдинга Назначается По Предложению Останкино И выбирается Советом директоров Самого реклама Холдинга Трудно назвать Рекламу Холдинг Компанией Подконтрольной Одному агентству Примеры SW Она имела Только 15% акций Хотя при этом Основной поток рекламы По мнению ряда газет Проходил именно через премьер Все-таки Это крупнейшее Рекламное агентство России И на его долю Приходилась и Значительная часть Рекламного неудобия Малопопулярного времени День, утро, ночь Председатель Останкина Александр Николаевич Яковлев Оценил приход рекламы Холдинга В 30 миллиардов рублей Именно Столько Получила Останкина Сразу же после Пришествия на канал Нового агентства И эта система Благополучно Действовала до конца Прошлого года В начале 95-го года На рекламном рынке Произошел спад Многие рекламные Компании Понесли убытки Однако никаких Разборок Как сейчас Принято говорить Не произошло Идут серьезные Переговоры между Рекламными агентствами И первым каналом Где образованное В ноябре Прошлого года Общественное Российское телевидение Приемник Останкина Задумало изменить Не только художественную Концепцию канала Ну и отношения С рекламным бизнесом А такие переговоры Велись И велись Достаточно долго Это где-то Ну разговоры Об этом ходили Очень давно И всякие предположения А когда эти переговоры Где-то были Сразу Где-то в декабре Перед Новым годом Начались И продолжали до сих пор И наверное Еще будут продолжаться Что касается Того Кто их вел Ну если я скажу Что их вел Господин Лисовский И господин Березовский Рекламные агентства Не раз направляли В ОРТ В общественной Российской телевидении Предложение о том Как строить взаимоотношения Дальше Одним из них Стало знаменитое Письмо Десяти О котором обмолвился Один из руководителей Следствия Однако и это Предложение Не нашло ответа У общественного Российского телевидения ОРТ И буквально через Несколько дней Последовало заявление Совета учредителей Где сказано Что с 1 апреля Реклама на первом канале Приостановилась На неопределенное время Это совпало С указом президента О запрете рекламы Табака и алкоголя Все эти меры Существенно дестабилизируют Ситуацию на рекламном рынке Как же новое Общественное телевидение Будет проводить Рекламную политику До сих пор Не определено Сегодня некоторые Склонны связывать Убийство Влада Листьева С ситуацией на рекламном рынке Некоторые Ставят эти предположения Под большое сомнение Рекламные акулы Если можно сказать Они уже цивилизовались Действовали В нормальном Законном поле И более того Были больше заинтересованы Чтобы это поле Приобретало Действительно Законные очертания Я предлагаю создать Общественную комиссию По расследованию данного дела Силами и под контролем Представителей Журналистского корпуса Рекламных агентств И деловых кругов Потому что Все они грубо В этой ситуации Подставлены И какие бы сейчас Версии не выдвигались Со стороны власти Которые не находят Преступников Ни по одному Делу Все они будут Все равно Направлены на то Чтобы найти Мальчиков для битья Несмотря на то Что многие указывают На то Что в бумагах Листьев были найдены Бумаги Касающиеся рекламной Политики ОРТ Эти вопросы Не входили В сферу Его прямых обязанностей В общественном телевидении О котором сейчас Так много говорится Специальным решением Совета директоров Или вернее Это было решено На сайте директоров Не знаю специально Или не специально Но это было решено На сайте директоров Что Влад Листьев Не будет заниматься Финансовыми вопросами И вопросами рекламы И он занимался Творчеством Как бы то ни было Но факт остается фактом Что до сих пор В рекламном бизнесе Обходились без выстрелов Что характерно Для финансовых И производственных кругов Здесь все противоречия Старались разрешить Переговорами Василий Борисов Валерий Шибанов НТВ